пацаны это фильм когда еще не было ютуба а раз не было ютуба то и блогеров не было были очень трудные сложные времена я делал такие печки вот смотрите это печка то назовем тандыр вот смотри сетка бочка элементарно желательно снежавейки вот такой подвала просто эконом-класс и получался такая водородная бомба представляет это бомба туда можно чё хочешь закидаешь она там под как духовка все там мясо шашлыки все-то парился такая беседочка к нему бомбочку подкинул и это это в краснодаре и от армяне там жарит шашлыки-машлыки но помимо этого там еще камин есть но смотрите вот еще древние древние технологии когда это одну это было 15 лет назад вот я не знал многих вещей и вот таким образом мы делали камины просто с кирпича закидали потом вот нас серёга у меня был такой художник еще взять я там где-то где-то там месили бетона у него художник которую такого оседра рисовал вот я вот такой вот был парень молодой еще живота мне не было такие раки и смотрите какие были ну я кто положил в кирпича смотрите идеальная красивая евро кладка уровня у меня никогда не было и вот тяп-ляп я фигачил со страшной силой а потом я понял что кирпич вообще не надо вот такой вот камин получился он высокий и на этом камине целая крыша беседка крепилась вот и здесь тоже куча ошибок очень маленькая топка и кирпич но я потом эти проблемы решил я просто запретил себе брать в руки кирпичи и просто варил каркасы и делал камины с арматуры ну и лепил с раствора так как там в топке очень маленькая температура то все это выдерживаться смотрите какая беседка вот смотрите камень вот там деревья вот это первая наработка это было 15 лет назад в 15 лет назад я уже делал такие беседки смотрите внутри вот такая чайхана там такие низкие столик такой как бы вот такое кресло там диванчик переговорами все кого смотрите вот камин вот у меня было два-три подсобника таджики пацаны вот я тяп-ляп погнал в руки вот ну я за день ухода камин выложить но правда вечером падал я потом понял что надо камин делать за два дня потому что за день день кладка съезжала у меня вот смотрите кирпич штукатурка вот смотрите какое поддувало я не парился я делал очень большие дымоходы и в эти дымоходы вставлял такую задвижку поворотную и решал проблему тяги и вот такое чудо мне получалось ну вот я тогда с кирпича делал но сейчас немножко по-другому и дело камин я делаю топки из металла и вот одни из первых барбекю которых я начал делать они кирпичные были но не сетки ничего мы как бы не применяли а здесь вот с арматуры вот уже без кирпича мы это делаем очень проблема маленькая топка это казацкий такой камин и туда даже могла вмещаться на чем как ты научишься ты пока ошибки не сделаешь ты ничего не получится вот это такая беседочка первые беседки то есть вот это такой камин рыбака там барганьера вот такая рыба там куча не крючки и вот уже во рту и кирпичная кладка это в одессе такой барбекю делаете уже топки побольше начал делать но все равно не кирпичная кладка и бараны но везде эконом-класс надо бегом-бегом-бегом остановиться деньги везде никто не хочет платить или я был тогда скромный я мало денег просил вот видите вообще топка маленькая сложили какой получился рыбка туда и настолько мы перепуганные были за такие смешные деньги делали вот уже а здесь вот такой камин был это такая гостиница кучма должен здесь президент украины ночевать там на таврицких играх а вот уже я двойные топки на баранах то есть вот потихоньку с ленкой это было уже 20 лет назад но вот мы нарабатывали такие вот варианты покраски вот смотрите интересный такой просто мангал станция труба дымоход и вот так камин с кирпичным все с кирпича и даже без сеток он до сих пор живой меня есть фильм тоже здесь такое разруха это отель этот брошенный все ну брак полный короче ну камин стоит это с этим вепрем вот попытка таких каминов делать внутри дома виде кого пузатый толстый потому что кирпичная кладка потом идет воздушная прослойка и все боялся что его разорвет вот и поэтому там были свои технологии это барбекю у казаков я делал только видите татары внизу на как на камин стоит и там казах это в крыму барбекю тоже двойной и на 2 топки то есть там свои нюансы есть но все вот эти отработание давали возможность мне развиваться нарабатывать опыт я вообще не каминчик не печник и между делом делал каминов что-то что 80 лет сделал вот виде какой громадный камин это хорошо камин сделаны это в крыму он большая топка смотрите он 5 метров и сколько высоты а здесь вот домашний каминчик кирпичная кладка потом с этого будем с гипса он карнизы и и такая интересная вот а это я объел бакуса ну то такой камин но он обман обманка то есть он бильярдная 200 лет подвалу екатерининский подвал здесь винный погреб вот такой вот есть у меня барчик надо будет как-то кино снять здесь что-то вот такая фотография не стала расплылась это в венеции а это колен камин сюда беседку мы делали и вот колен камин это первой работы поле он тоже так учился и вину здесь только большая труба дымоход и и то есть тоже опыт свой получала это вот уже камин в марсе я делаю тоже опять проблема маленькие топки и там такая тяга бешеная что дрова летает опять вот это мы по попадье делали а такой камин в козельске маленькие топки тоже ну все вот здесь вот начали мы уже такие на поток поставили такие камины краном забирались и барбекю ставится но опять проблема везде маленькая топка и очень большая тяга и вот всякую тягу начала решать что я стал в этих барбекю но оставлять отверстия такие дополнительные то что если видео попадает кто-то дрова летает тут видео такой камин барбекю мы в москве делали на поток их я там их будем каждые четыре дня делками там в неделю мог 2 2 штуки тут вот они пошли на поток там краном брались а и наш заказчик или как его там у нас покровитель он продавал их из этого мы дали деньги вот уже первый в киеве такой камин мы делали барбекю с него и начинал свою ну вот таких каминов под дерево но опять маленькая то везде маленькая топка то есть равно я сейчас говорю то что он с кирпича есть вот эти ошибки и опять быстро бегом-бегом вот видите а эти камины мы они на к на машину ставить почему не такие низкие потому что под мостом нельзя под мостом их провести вот отсюда тоже что-то вот видите дырка насквозь сделал потому что чтобы не было тяги большой иначе дрова выгорали быстрее чем ты жаришь шашлыки вот такие нюансы это только опытным путем можно сделать вот смотрите тоже вот на украине делал вот такой вот камин ну невозможно туда мангал вот это ошибки всех начинающих что очень маленькие топки вот здесь виде насквозь я стал делать и уже кладку там я стал убирать кладку то есть это чисто бетонные он только кладка была сбоку сделан этом вот этот камин ушел там в москве тоже за очень хорошие деньги там даже называть страшно ну а этот камин имеет стационарный видите он открывается закрывается он был готовый я ему оформил вот этот вот портал как назваться и десять лет до сих пор оттуда с этой дачи не могу уйти ну это вот камин с раком показывал его там начали есть как мы его делали а это вот фильм тот скандальный где хозяин что-то с ним стало или обанкротился и там сейчас ну целая разруха и на мотоциклах катается вот такой вот домовичок тоже шуну камин здесь металлический внутри не кирпичный вот отсюда тоже мой опыт как сделать камин вот этот этот с металла там внутри нету кирпича просто металлический я потом его осетка но сетка обтянул и сделал опять одни те же ошибки это маленькие топки ну здесь вот более-менее топка нормальная это в крыму такой есть по черноморовская поселок тарханкут мыс а это ведь и уже все я для себя определился смотри сколько каминов и ошибок надел и вот если сделать стал делать нормальные топки ну здесь такая бешеная тяга что ну окна евро окна там немецкие что высасывает весь воздух и потом камин заклёбывается надо окна открывать чтобы это не камин это типа шашлыки это охотничьи такие домики такие в которых стоят такие барбекю где можно готовить шашлыки а вот это вот город козельск это володя царь вихлянде вот такой он и мы сделали камин ну короче это вот одни первых это камин у меня дома посмотрите он с раствора сделаны и этом 10 или 15 лет стоял работал то есть и ни хрена с ним не было ну то есть он не облез ничего пока мы потом не убрали а вот смотрите это на седьмом этаже такой камин домашних условиях а это вот белый дом прям это пресненский парк был камин ну его как-то ничего никто не брали мы сделали его цветочники продали его в парках цветочник а это вот такое тоже целое новое направление ну как бы кострище назовем там можно котелок поставить светильник очень хорошая наработка ну такая качественная но опять я не по порядку этот охотничий барбекю они в одном стиле сделал но здесь уже только я довольна виде только такая шикарная ну тоже неплохой барбекю ну опять что такое барбекю это внешний вид он для барбекю ты можешь просто ставить рядом мангалы готовить ну как готовить мясо а это такую рыбу 4 сколько 4 метра я сделал это под киевом тоже уникальный заказчик который вот мне приглашал и я ему там что-то оформлял но здесь это у вас очень высокий уровень заказчика что ну и вот такие такая рыба тоже удачи получился а это у меня был кузнечный цех тоже такая попытка делать ну то такого камин там вентилятор ставился чтобы подсоса не было тоже это но как бы работа в на украине а это вот второй раз видать будем такой цветочник это парка детский парк москве а это вот такой это охотничий дом это таруса есть такой заповедник в этом заповеднике сам брежнев хрищев охотились а вот вот это что-то мне везет на охотничьи дома а это охотничий в тоже там на вертолетах прилетает но охотиться они там не охотятся но есть фильм по этим каминам а вот это уже камины последние это на канарах камень и какая-то громадная я уже созрел как мастер по каминам вот эти все ошибки я свою же устремился вы знаете какие топки туда можно просто залазить там хорошая вентиляция прожектор стоит то есть вот этими барбекю я доволен то есть а было очень начальном этапе где просто хрень делалось и и пока не научится вот беседка такая есть у меня фильм как этот барбекю делал то вот и вот вот эти китайские ну тут покрашенный был вот простая топка с головой заходишь готовишь этот дизайн просто уголок он никакой роли не играет это тот выйти у лена кук шашлыки делает на медиа решения на канарах и вот смотрите там прожитая горит там очень хороший мангал сделаны великолепная топка то есть профессиональный такой камина это вот смотрите тоже камень виде паровоза но это не моя работа то мой друг делал но не устоял я его вам выставил для осмотра